Проблема отсутствия выпасных площадей и земельных наделов под ИЖС волнует жителей села Жирюя Халматинской области. В селе больше 200 человек стоят в очереди на получение участка под строительство дома. Из-за отсутствия покосов практически весь домашний скот люди вынуждены держать в своих подворьях, а корма закупать по дорогой цене. В проблеме разбиралась наш корреспондент Гульнар Жантасова. Этот земельный участок, расположенный прямо посреди села, стал камнем преткновения для жируюкцев. Здесь когда-то была общественная баня, затем она и земля под ней были переданы в частные руки. С тех пор, кроме руин, здесь ничего нет. Мой отец строил эту баню, она мне по паю досталась. Ее разобрали, а земля вот уже сколько лет стоит. Хозяин сам не строит ничего и людям ее не отдает. У моего сына шестеро детей. Все ютятся в двух комнатах. Пошла в Акимат оформить возле дома три с половиной сотки земли. Сказали, что она уже кому-то принадлежит. Свободной земли много, а как копнешь, хозяева находятся. Ельдос Рахметов уже 11 лет стоит в очереди на земельный участок. С четырьмя детьми вынужден ютиться на съемной квартире и ждать, когда ему наконец достанется какой-нибудь надел под строительство дома. Шестьдесят шестым встал в очередь на земельный участок. Так она за все эти годы и не продвинулась. В родительском доме девять человек живет в четырех комнатах. Пришлось переехать на съемное жилье. Когда решится вопрос, не знаю. Часть земли вместе со складами на бывшей совхозной мельнице тоже оказалась в частных руках. Это стало неожиданностью для жируикцев. Площадь под просушку урожая при разделе наделов под паи общим собранием было решено не делить, а оставить как землю общего пользования. Теперь сельчане обеспокоены тем, что и оставшаяся часть поля уйдет в руки частников. Это недвижимое имущество. 45% паев было. Мы их специально оставили, чтобы все пользовались этим полем. Теперь, чтобы не было недоразумения, мы решили эту площадь передать местному Акимату. Когда начали оформлять документы, оказалось, что часть земли уже приватизирована, и этот склад перешел в частные руки. Пусть вернет нам эти строения. Это общественная земля. Еще одна из острых проблем – отсутствие выпасных земель. В сельском округе насчитывается около 7 тысяч голов домашнего скота. Аул растет, молодежь семьи создает. Хотят строиться, подсобное хозяйство разводить, сеяться. А такой возможности нет. Земля, если есть, у нее хозяин находится. А фактически не возделывается. Так просто лежит. Зачем ее брать, если ничего на ней не выращивать? Вот с пастбищами так же. Их все в частные руки отдали. У нас есть 41 тысяча гектаров пастбищных земель. Кому отданы эти земли, не знаем. В прошлом году нам вернули около 5 тысяч гектаров. Но чтобы оформить их как пастбищные угодья для общественного пользования и получить госакт, нужно было заплатить больше 2 миллионов 300 тысяч тенге. Где мы такие деньги возьмем? Кому только не обращались, попросили на баланс Акимата перевезти. Там тоже проблема. Тоже нужны деньги на оформление госакта. Все пастбища за рекой. Оттуда гонять скот невозможно. В Панфиловском районе сейчас насчитывается 43 тысячи гектаров пашни. Почти 550 тысяч гектаров земли отведены под пастбища. Этого достаточно утверждают представители Акимата. Сейчас по району говорить, что нет пастбищных земель, мы не можем. Сказать, что поливных земель нет, тоже не можем. Здесь поднимается вопрос, что пастбищные угодья были рядом с населенным пунктом. За каждым населенным пунктом есть определенные места для общественного стада. Закрепленные места. Но это далеко от населенного пункта. Поэтому сейчас, где есть возможность для общественного пастбищного угодья, мы стараемся закрепить, если это свободная земля. Достаточно в районе и площадей под индивидуальные жилищные строительства, заверяют местные власти. Нужны только средства под строительство соответствующей инфраструктуры. Как только решится этот вопрос, жители получат свои положенные земельные наделы. Гульнар Жантасов, Хуануш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область.